Здравствуйте! Время новостей на пятом канале в студии Ольга Волокжина. И в начале выпуска коротко о некоторых его темах. За прошедшую неделю из-за пожогов травы произошло два случая пожара. У Каннских пожарных наступила горячая пора. Весенний пал прибавил работы огнеборцам. Участились выезды на возгорание сухой травы, прошлогодние листвы и мусора. Клиент пытался расплатиться с работницей автозаправочной станции 5000-й купюры билета банка приколов. Однако кассир заметила недействительность денежного знака и потребовала действительно расчет за бензин. Житель Каннска пытался расплатиться за бензин купюрой из банка приколов. За такой грабеж мужчине грозит уголовная ответственность. Это предприятие, наверное, будет способствовать воплощению новых идей, новых интересных замыслов, развитию творческой составляющей жизни студентов. Будущее культуры начинается сегодня. В Каннске начал работу межрегиональный молодежный форум. Участие в нем приняли представители организации культуры, студенты и выпускники образовательных учреждений, сферы культуры, молодые специалисты Красноярского края, Иркутской и Омской областей. И теперь обо всем подробнее. С наступлением теплой весенней погоды в Каннске и Каннском районе участились пожары, связанные с палом травы, причиной которых является человеческий фактор. К чему приводят такие поджоги и как борются с нарушителями, выясняла Татьяна Лисогор. Это ежегодная проблема, с которой сталкиваются пожарные. Люди поджигают сухую траву на полях, пустырях и в окрестностях домов. Зачастую огонь переходит на придомовую территорию и постройки. За прошедшую неделю из-за пожогов травы произошло два случая пожара, где в одном случае произошло возгорание неэксплуатируемого строения, где сейчас устанавливаем собственника. И также произошло возгорание забора с последующим переходом пламени на строение бани. То есть все это произошло по, естественно, спалу травы. Основной причиной подобных возгораний является так называемый человеческий фактор. Сейчас на законодательном уровне устанавливаются требования пожарной безопасности к жителям частного сектора, по которым придомовая территория должна быть очищена от мусора и сухой травы. Еженедельно пожарные проводят обходы, объясняя людям правила пожарной безопасности. На помощь специалистам пришла и современная техника. Благодаря мобильному лабораторному комплексу дистанционного мониторинга окружающей среды производится облет территории с целью выявления термически активных точек и поиска поджигателей. По Красноярскому краю, в том числе и над городом Камске, ведется видеонаблюдение с вертолета, где снимают на видеокамеру, фиксируется, где происходит пал травы. Зачастую люди, сжигая траву, считают, что делают благое дело. Однако они не только создают пожароопасную ситуацию, но и нарушают экосистему. Между тем, сейчас в городе проходит месячник санитарной очистки. И вместо того, чтобы сжечь траву и мусор, их можно бесплатно вывезти на городскую свалку. Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. К другим темам синоптики предупреждают о неблагоприятных гидрологических явлениях. С 8 по 13 апреля ожидается повышение дневных температур до плюс 10, плюс 20 градусов. Резкое потепление вызовет интенсивное снеготаяние, что может привести к подтоплению низменных участков местности. По данным гидромедцентра, ожидаемая дата вскрытия реки Кан – 21 апреля. Но с повышением температуры воздуха до плюс 20 градусов, это может произойти на 5 дней раньше. Выпадение умеренных осадков в такую теплую погоду вызовет интенсивное снеготаяние – вскрытие малых рек, что приведет к подтоплению населенных пунктов и размыву дорог. Сейчас уровень воды в реке Кан составляет 46 сантиметров. Максимальный уровень, который прогнозируют синоптики этой весной – 240-340 сантиметров. Напомним, критической отметкой считается 360 сантиметров. Но, несмотря на это, спасатели уже проводят противопаводковые мероприятия. Проведено чернение льда, для того, чтобы изменить структуру льда и толщину льда. Затем проведена резка льда на протяжении полутора километров. Вот эти мероприятия должны повлиять на случай, когда лед скрывается, чтобы не было заторов. Также спасатели готовят пункты временного размещения пострадавших в случае подтопления низменных районов города. Это возможно при интенсивном выпадении осадков. Тогда уровень воды в Кану может быть превышен от полуметра до одного метра. Кадровые изменения в администрации Каннска. Назначен новый исполняющий обязанности отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. 6 апреля на должность исполняющего обязанности начальника отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города назначен Виктор Чебодаев. Виктор Чебодаев имеет два высших образования. Окончил Хакасский государственный университет, кафедру физики и информатики. Второе образование – Российский государственный университет физической культуры и спорта, молодежи и туризма. По специальности физическая культура и спорт. Помимо руководящих должностей, Виктор является кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе и рукопашному бою. Является призером Кубка Москвы по универсальному бою. Чемпион ВДВ по армейскому рукопашному бою. Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в хищении бензина на АЗС. В Каннске оперативниками уголовного розыска задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в хищении топлива с автозаправочной станции. Подробности сообщит Ольга Величко. В межмуниципальный отдел МВД России Каннский обратилась сотрудница автозаправочной станции с сообщением о том, что неизвестный автовладелец после заправки транспортного средства уехал, не рассчитавшись за бензин. Как выяснили сотрудники полиции, клиент пытался расплатиться с работницей автозаправочной станции 5000-й купюры билета банка приколов. Однако кассира заметила недействительность денежного знака и потребовала действительно расчет за бензин. На что мужчина поспешно скрылся с места происшествия. Сумма ущерба нанесенного автозаправочной станции составила 800 рублей. Благодаря грамотным действиям оперативных сотрудников и дознавателей в рамках разыскных мероприятий подозреваемый был установлен задержан. Им оказался несудимый житель Каннска. Отделом дознания в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Грабеж. Предварительное расследование продолжается. Ольга Величко, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Краевое отделение Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации обратилось к жителям региона с призывом жаловаться на проблемы с приобретением полисов ОСАГО и выразило готовность отстаивать интересы автомобилистов. Доступность услуги ОСАГО для граждан страны и контроль качества ее предоставления входят в число основных приоритетов Банка России, как регулятора страховой отрасли. Для этого в Банке России действует служба по защите прав потребителей. За прошлый год в региональное отделение поступило 877 обращений граждан, из которых почти 85% связаны с ущемлением прав при покупке полиса ОСАГО. При выявлении нарушений к страховщику применялись меры надзорного реагирования, в том числе и штрафы. Жалобу можно направить в письменном виде, по электронной почте или через интернет-приемную Банка России. В жалобе нужно в свободной форме изложить суть вопроса, максимально полно указать все известные сведения и приложить копии всех имеющихся и относящихся к предмету жалобы документов. Приветствуются также аудио и видеозаписи отказов продажи полисов, навязывания дополнительных услуг, либо показания свидетелей. Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы, как прошло открытие межрегионального молодежного форума «Будущее культуры» начинается сегодня. Где можно увидеть этнографические коллекции народов Севера. О результатах каннских самбистов на турнире Сибири, который прошел в минувшие выходные в Канске. А также подробный прогноз погоды на среду. Не переключайтесь. Такси Апельсин. Захватит этот год. Домашний уют у каждого свой. Создавать его всегда легко и приятно с компанией Евродекор. Подарите своему дому неповторимость и комфорт. Вместе с нами Евродекор. Тепло и уют в вашем доме. Слушайте в Канске на FM 102.2. Телефон отдела продаж в Канске 21761. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СИГНАЛЫ КОНЕЦ Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. В Каннске стартовал межрегиональный молодежный форум «Будущее культуры» начинается сегодня. На протяжении трех дней на базе Красноярского краевого библиотечного техникума будут работать различного рода площадки. Моей коллеге Анастасии Козловой удалось побывать на открытии мероприятия, оценить работы финалистов конкурса граффити и насладиться творчеством мастеров декоративно-прикладного искусства. Обо всем этом в сюжете далее. Межрегиональный молодежный форум «Будущее культуры» начинается сегодня, проводится в Каннске впервые. Особенно ценно, что такое масштабное мероприятие стартует в нашем городе в год культурной столицы и в год литературы. Идейные вдохновители и главные организаторы форума – педагоги и студенты Красноярского краевого библиотечного техникума. На три дня образовательное учреждение стало одной большой дискуссионной площадкой, где будут обсуждаться такие темы, как значимость культурного наследия, внедрение новых социально-культурных технологий и созидание культурного пространства. Самое главное, наверное, заключается в том, что, ну, помимо общения, безусловно, которое, я думаю, для молодежи всегда очень значило, это мероприятие, наверное, будет способствовать каким-то, воплощении каких-то новых идей, новых интересных замыслов, развитию творческой составляющей вообще жизни студентов. Открытие форума состоялось на свежем воздухе. Стар дали финалисты конкурса граффити. На бетонном ограждении библиотечного техникума появились рисунки на тему «Будущая культура». Ну, тема «Будущая культура», ну, и как мы это, хотела изобразить, что мир пустой, и остается только Русь, культура, ну, церковь, все это, и только на одной ладони. Выставку художественного и декоративно-прикладного творчества «Придумываем», «Творим», «Воплощаем» организаторы также решили провести под открытым небом. Когда задумывали, даже предположить не могли, что в Каннске так много рукодельников. Здесь и резьба по дереву, и бисероплетение, изделия из бересты, тряпичные куклы, бижутерия и многое-многое другое. На выставке можно встретить не только сказочных персонажей и кукол в русских народных костюмах, но и, например, Владимира Путина, выполненного из полимерной глины. Мастер декоративно-прикладного творчества Наталья Тупота признается, над одной фигуркой президента работает в среднем около двух дней. Есть у нее Владимир Владимирович в деловом костюме, в национальном и даже в костюме Деда Мороза. Стараешься, смотришь, вглядываешься в фотографии с разных ракурсов, в туфель. По всех сторон смотришь и стараешься просушить его. Сколько вы уже сделали таких фигурок? На данный момент четверо. Это полимерная грима, а внутри кукольный каркас. Он спокойно двигается, у него двигаются руки, ноги, вот он подвижен очень. Учащиеся первой гимназии представили на выставке сразу несколько своих проектов. Это макеты и известных в Каннске здании мест, таких как Святотроицкий собор и драматический театр, и мест, которые гимназистам только хотелось бы видеть в городе. Так, например, вот этот парк отдыха. Ребята о нем только мечтают. На макете представлены различные аттракционы. Колесо обозрения, карусель, бассейн, фонтан, тир, кафе и сцена для проведения мероприятий для детей. Все выполнено из подручных материалов. Нам кажется, что в городе очень не хватает мест развлечения именно для подростков и детей дошкольного возраста. Их очень мало. И наш парк заброшенный, нам бы хотелось очень его восстановить. А это арт-объект в миниатюре Пальмовой аллее. Он также, как и оригинал, выполнен в основном из монтажной пены. Самое удивительное, что этот проект гимназии номер один был удостоен награды на Всероссийском конкурсе, который проходил в 2013 году в городе Москва. Программа форума обещает быть насыщенной. Так, 8 апреля в рамках форума состоится инфоцентр. С докладами на дискуссионной площадке выступят представители организации культуры, студенты и выпускники образовательных организаций сферы культуры, молодые специалисты. А 9 апреля пройдет квест-игра «Культура твой формат», рассчитанная на знакомство команд с учреждениями культуры Каннска. Анастасия Козлова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. В Каннском краеведческом музее гостит этнографическая коллекция народов Севера, привезенная из Енисейска. На выставке представлены более 10 редких экспонатов, иллюстрирующих жизнь и быт народов Севера. Чем удивит коллекция, и когда горожане смогут с ней познакомиться, узнавала Татьяна Лисогор. В Енисейском краеведческом музее находится более 50 тысяч интереснейших экспонатов. В настоящее время он закрыт на реконструкцию, и Каннский музей, как и многие экспозиционные учреждения края, предоставил свои площади для временного размещения уникальной коллекции. Это один из самых старых музеев Красноярского края. Он открыт у нас третьим в крае, после Минусинского и Ачинского краеведческих музеев. А в этом музее собрана очень большая, богатая этнографическая коллекция. То есть коллекция вещей, принадлежащих народам Севера. Для того, чтобы экспонаты не пылились в хранилищах, а уже в Телеканске появилась возможность познакомиться с ними, Каннский музей – один из первых учреждений культуры края, принял в себя гостевую выставку из Енисейска. Ее ценность состоит в том, что многие экспонаты лично собраны одним из основателей Енисейского музея – Александром Кэтмановым. В 1900 году подобная коллекция была представлена на Всемирной выставке в Париже, где Енисейский музей входил в состав представителей Российской империи. Краеведческий музей Каннска принял более 10 экспонатов, датированных XIX веком, среди которых есть особо ценные. Наиболее интересный из этих экспонатов такой экспонат, как Эвенкийский календарь, который у нас находится в центре. В выставке этот календарь представляет из себя обыкновенную шестигранную палочку с зарубками. Вот таким календарем пользовались Евенки в XIX веке и раньше. То есть это вот их такое изобретение. Все экспонаты можно разделить на три комплекса. Первый – это атрибуты шамана. В него входит парк и передник с металлическими привесками, обрядный бубен, идолы птиц и другие экспонаты. Второй комплекс – бытовой. Он включает в себя ложки, черпаки, курительную трубку, колыбель и другое. К третьему охотничьему комплексу относятся лук со стрелами и санки для плитулевания ружья. Выставку еще не представляли широкой публике, однако планируется начать экскурсии уже на этой неделе. Так, благодаря реконструкции в Енисейском краеведческом музее, наш город получил возможность принять у себя хоть и небольшую, но очень ценную выставку экспонатов народов Севера. В нашем городе выставка будет гостить неопределенное время, за которое жители Каннска смогут познакомиться с историей жизни и быта эвенкийского народа. Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. Новости спорта. С 3 по 5 апреля на базе Дома спорта «Текстильщик» прошел 9-й турнир городов Сибири по борьбе с самбо среди юношей и мужчин до 23 лет. На призы мастера спорта международного класса Юрия Пермякова. По результатам поединков в активе Каннской сборной 8 медалей, две из которых высшего достоинства. Среди каннских юношей золото удалось завоевать Илье Лучко. Он стал сильнейшим в весовой категории свыше 36 килограммов. Александр Певнев в весе свыше 90 килограммов стал лучшим среди мужчин. Егор Борисов, Иван Кривенок и Сергей Кудреватых остались в шаге от победы. Они взяли серебро. Бронза у Алексея, Дмитрия Долгополовых и Степана Кучеренко. Вообще же в турнире приняли участие 146 спортсменов. Почетными гостями соревнования стали коллеги Юрия Пермякова. Спортсмены, тренеры и судьи из разных уголков России. Среди них Виктор Алексеев, выдающийся советский российский спортсмен. Заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе. Прогноз погоды от Евгения Елисеева завершит выпуск. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, а также в крае стране можно на нашем сайте. Не забывайте, заходите на нашу страничку ВКонтакте. С вами была Ольга Волокжина. Всего доброго и до встречи. День сотрудников военных комиссариатов изделия и аппетитные идеи сделают особенным самый светлый праздник. Вкусная традиция готовить к пасхальной неделе ароматную красивую выпечку. Пышные куличи, вкуснейшие кексы, торты и пирожные, расписные пряники, печенье ручной работы и воздушные капельки безе. Пасхальная выпечка во всех павильонах торговой сети возле дома и в магазинах «Булочная» на 40 лет октября 52 и Эйдемана 22. 8 апреля в Канске солнечно. Ветер северной силы от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Температура ночью минус 2, минус 6. Днем плюс 3, плюс 7. Желаю вам хорошего весеннего настроения. С вами был Евгений Елисеев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова